Добрый день, уважаемые коллеги! Моя лекция посвящена практическим аспектам применения возможности аппарата искусственной лекции легких Hamilton G5. Я хочу поделиться с вами нашим опытом использования функциональных возможностей этого аппарата при лечении пациентов с острым повреждением легких. В последние десятилетия большинство ведущих фирмопроизводителей дыхательной аппаратуры пытаются внедрить в свои респираторы функции, режимы, которые бы отличали их аппараты от конкурентов. И у всех топовых аппаратов искусственной лекции легких есть такие свои ноу-хау, которые являются визитными карточками этих аппаратов. Для Дрэгера это режим Smart Care и сцентками механики легких с помощью Lowflow Peviloop. Для аппаратов Маке это режим NAVA и алгоритм рекрутанта OpenLongTool. Для аппаратов G это наличие встроенного газоанализатора, метаболографа и алгоритма оценки FUE и оптимизации PIP по уровню FUE. Визитной карточкой аппарата фирмы Hamilton является наличие интеллектуальных режимов искусственной лекции легких, Adaptive Support Ventilation, IntelliVent. Я в своей лекции хочу показать, как мы используем такие функции, как PVTool и измерение пищеводного трансплимонального давления для оптимизации параметров вентиляции у пациентов с острым повреждением легких, с острым респираторным дистресс-синдромом. Не так давно, несколько недель назад, в нашем отделении поступил пациент после удаления опухоли задней черепной ямки. Здесь представлена его компьютерная томография, контрольная в раннем послеоперационном периоде. В целом, пятая картина достаточно благостная. Мы видим умеренное послеоперационное изменение структуры задней черепной ямки, умеренную пневмоцефалию, которая достаточно часто развивается у пациентов, в котором операция проводится вложение сидя. И у данного пациента интероперационно был эпизод воздушной боли, диагностированной анестезиологом, по резкому падению уровня Intidal CO2. В раннем послеоперационном периоде искусство для салега проводилось на достаточно простом аппарате. Ньюпорт в режиме SMV-прежконтроль, достаточно стандартным параметром вентиляции, ПИП-5, прежконтроль 18, частота дыхания 12, фракция кислорода 30. Через час после поступления у пациента развилась классическая картина острого респираторного дистросиндрома, выраженная десатурация, снижение дыхательного объема. Мы помним, что пациент находился на искусствии легких управляемых по давлению, поэтому вследствие снижения комплоенции произошло риск снижения дыхательного объема и выражена гипоксимия. Причиной острого респираторного дистросиндрома у данного пациента, вероятнее всего, послужило интероперационное воздушное боли, и, естественно, перед нами стоит вопрос, как проводить искусственную талантинацию легких у пациента с таким тяжелым повреждением легких. А именно, какие перед нами стоит вопрос, нужно этому пациенту проводить рекрутную маневру или не нужно? Какой уровень ПИП следует установить? Какой мы можем использовать дыхательный объем? Какое допустимо давление в дыхательных путях? Подойти к ответам на эти вопросы можно по-разному. Можно просто руководствоваться гайдландцами, установить уровень ПИП 10-12 милибар, дыхательный объем не больше 6 мл на килограмм идеальной массы тела, и титровать уровень ПИП и ФИО-2 под табличным значением РДСНЕТ. У такого подхода есть своя проблема, связанная с тем, что гайдландцы отдают рекомендации для среднестатистического пациента. А нам зачастую приходится лечить пациентов, которые отличаются от среднестатистических, и поэтому, чтобы обеспечить качественную искусственную талантинацию легких, нужно пытаться построить параметры вентиляции под состояние легких данного конкретного пациента, которого мы лечим. При проведении респираторной поддержки у пациентов с острым респираторным синдромом наша основная цель – это поддержать нормальную или почти нормальную оксигенацию артериальной крови, но и также для нас крайне важно избежать бара, волюма от электротравмы. Зачастую нам приходится использовать достаточно высокий уровень давления в дыхательных путях у этих пациентов, поэтому риск бара, травмы, волюма, травма очень высокий, при этом страдают преимущественно относительно здоровые участки легких за счет неравномерного распределения дыхательного объема в условиях такого негомогенного повреждения легких. От электротравмы подвержены, наоборот, более пострадавшие участки легких, в которых альвеолы находятся в слипшемся в алексозированном состоянии, и при осуществлении искусственной ослепки происходит цикличное. Открытие альвеолы, их обратное схлопывание, это приводит к их дальнейшему повреждению. Чтобы избежать от электротравмы, нам необходимо открыть альвеолы, которые закрыты, то есть осуществить рекрутмент маневр, и удержать их в открытом состоянии с помощью адекватного уровня ПИП. Всех ли пациентов с острым респираторным дистрессиндромом нужно рекрутировать? Целью рекрутмента является вовлечение в вентиляцию невентилируемых альвеол. Почему альвеолы могут быть невентилируемы? Есть два основных фактора, это консолидация и это отректозирование. Про консолидацию говорят про те альвеолы, которые заполнены изнутри трансудатом или эксудатом. И понятно, что такие альвеолы, как бы мы давление не повышали, в вентиляцию не вернем. Отректозировано альвеолы за счет того, что их стенки слиплись, ввиду отсутствия нормально функционирующего сурфактанта. Кстати, альвеолы мы можем побороться и надеяться на то, что повышение давления в дыхательных путях придет к их открытию и увеличению вентиляции. И во многом именно соотношением консолидированных и отректозированных альвеол будет определяться эффективность рекрутмент маневра или рекрутабельность легких. Есть ряд факторов, которые известны, которые могут определять эффективность рекрутмента. Известно, что в ней легочный респираторный дистрессиндром поддается рекрутменту легче, чем привычный легочный. Чем меньше времени прошло с момента развития ОРДС, тем более эффективным может быть рекрутмент. Также определенные значения может иметь комплантность грудной клетки. Но это все общие слова. А нам нужно оценить рекрутабельность легких нашего конкретного пациента. В аппарате Гаммитон G5 заложена функция певетол, которая нам может в этом помочь. Эта функция позволяет нам построить классистическую кривую давления-объем. Эту кривую, я думаю, что все мы хорошо знаем. Всегда, фактически, когда говорят о патофизиологии патофизиологии ОРДС приводят. И смысл маневра певетолства в постепенном медленном наращивании давления в дыхательных путях мы эту скорость наращивания давления можем установить самостоятельно. Обычно устанавливают 2 мб в секунду до определенной величины. Чаще всего используют 40, но при необходимости можно и 60. Это зависит от конкретной клинической ситуации. И после этого происходит постепенное, такое же медленное снижение давления в дыхательных путях. При этом мы получаем петлю давления-объем. И что нас на ней интересует? Ну, во-первых, нас интересует наличие нижней точки перегиба, есть она или нет, и на каком уровне. В классическом варианте ОСВРС синдрома начальный прирост давления в дыхательных путях будет приводить к постепенному открытию дополнительных альвеол, которые были отэлектозированы. И вот это давление будет тратиться не на увеличение объема альвеол, а на их разлепление. В нижней точке перегиба уже достаточно большая часть альвеол, которые могут быть открыты-открылись, и дальше идет увеличение их объема. То есть наступает фаза линейного комплайнса, и оптимально подбирать параметры вентиляции, чтобы давление в дыхательных путях находилось в пределах линейного комплайнса. Если мы будем дальше повышать давление в дыхательных путях, то может формироваться верхней точкой перегиба. Но в данном примере она не очень явно выражена, бывает то, что более явно выражена. Она соответствует моменту, когда мы уже начинаем перерастягивать альвеолы, комплайнс опять снижается, формируется верхняя точка перегиба, и, соответственно, когда мы подбираем параметры вентиляции, надо стараться, чтобы пиковое давление в дыхательных путях не превышало эту точку. Но для оценки рекрутабельности легких нас больше всего интересует, во-первых, нас интересует наличие нижней точки перегиба, и, во-вторых, нас интересует такой показатель, как гистерезис. Гистерезис представляет из себя разницу объема легких при одном и том же уровне давления во время инспираторной и экспираторной фазы построения в дитле давления объема. В чем физиологический смысл? Мы при выполнении маневра певиту повышаем давление в дыхательных путях до достаточно высоких показателей, взаимно, например, до 40 мбат. Это приводит к тому, что большое количество альвеол, которые, в принципе, могут быть открыты, они открылись, и объем легких, он увеличился. Поэтому, когда происходит выдох, то при том же самом уровне давления объем легких будет больше, чем он был на вдохе. И по этой разнице можно судить о том объеме, который мы можем выиграть, который мы можем дополнительно вовлечь в вентиляцию при проведении рекрутмента маневра. Обычно оценивают уровень гистерезиса на значении 20 мбар. Точных рекрудаций нет, но считается, что если гистерезис превышает 300-400 мл, то рекрутмента правда. Вернемся к нашему пациенту конкретному. Мы, естественно, после развития такой картины острой-сперывной дистрессиндрома перевели его на парад Гамильтон G5, выполнили маневр пивитулы, получили вот такую приводку эстетическую давление и объем. И что мы на ней видим? Ну, во-первых, мы видим явную точку перегиба на уровне 20 мбар. Это говорит о том, что альвеол у нас открывается нормально вот в этой точке. И, соответственно, желательно, чтобы уровень ПИП у нас был, по крайней мере, то, что мы можем сказать из этой кривой, не ниже 20 мбар. Что второе мы видим? Мы видим очень высокий гистерезис. На уровне 20 мбар гистерезис составил, вот разница между этим и этим значением на экспираторной и экспираторной кривой составила 916 мл. Это достаточно много, то есть за счет выполнения рекрутмента маневра мы можем фактически еще дополнительный литр выиграть и ввести в эффективную вентиляцию. То есть принимаем решение на основании оценки рекрутабельности, что больного надо рекрутировать. Для этого необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, как и для проведения маневра ПИВИТУ, так и для проведения рекрутмента с помощью маневра ПИВИТУ. Необходимо, чтобы пациент был седатирован, релаксирован. Необходима стабильная гемодинамика, отсутствие утечек, поэтому прежде чем проводить маневр ПИВИТУ, рекомендуется переразвать манжеты интубационной или трихисомической трубки, потому что когда давление будет повышено до достаточно высокого уровня, при нормальном давлении в манжете, скорее всего, пойдут утечки мимо трубки. А относительным противопоказанием к проведению рекрутмента маневра служит внутричерепная гипертензия. Абсолютным противопоказанием служит наличие пневмоторакса. И надо быть крайне аккуратным у пациента с клинической картиной тяжелой право-желудочковой недостаточности. Пациент наш сенглитерием соответствовал, и мы проводим рекрутмент маневр. Рекрутмент маневр мы проводим с помощью того же самого маневра ПИВИТУ, но уже с некоторыми отличиями от диагностического. Во-первых, нам не обязательно начинать с нулевого уровня давления. Мы можем с того ПИВ, который установили, перед этим начинать, потому что нам уже не надо ловить нижнюю точку перегиба. Во-вторых, мы поднимаемся до верхнего уровня давления, 40 милибар, и делаем здесь паузу, чтобы успеть рекрутировать как можно больше альвео. В данном случае установили паузу 5 секунд. И снижение давления в дыхательных путях, оно тоже идет не до нуля, а до того уровня, который мы хотим ПИВ установить после этого. То есть мы поняли, что нам нужен ПИВ-20, и мы снижаемся до 20, чтобы избежать Д-рекрутмента сразу же после рекрутмента Альвео. По поводу длительности рекрутмента. Есть много описанных алгоритмов. Есть 40 на 40, достаточно такой страшный, опасный, по-моему, алгоритм, когда давление повышает до 40 милибар на 40 секунд. Есть более щадящий 40-20. Но нам ответ на вопрос, как проводить рекрутментный маневр, дал один из главных клинических специалистов по аппаратам фирмы Гаммитен, Жан-Мишель Арнал. Он оценил эффективность рекрутмента, его зависимость от длительности рекрутмента и зависимость состояния центральной гемодинамики от длительности рекрутмента. И посмотрите, что он показал. То, что большая часть объема рекрутируется в первые 5-10 секунд. После 10 секунд фактически мы выходим на платы, и дальнейшее увеличение длительности рекрутмента фактически не дает нам дополнительного выигрыша в рекрутируемом объеме. При этом гемодинамика начинает реагировать на рекрутмент после 10 секунд. Мы видим, что в первые 10 секунд артериальное давление фактически не изменилось, а после 10 секунд начинается его снижение. Поэтому, исходя из этих данных, можно рекомендовать длительность рекрутмента на 10 секунд, потому что она эффективна, потому что практически весь рекрутируемый объем можно получить, и безопасна с точки зрения проблем с гемодинамикой. Если какие-то сомнения есть, можно использовать 5 секунд, потому что здесь мы тоже видим, что не полностью, но пациентов 80 от рекрутируемого объема мы получаем. Мы использовали в данном случае 5 секунд, потому что у пациента была тенденция к артериальной гипотензии. Рекрутмент мы провели, оцениваем его эффективность. Легче всего это сделать по изменению состояния легочной механики и по изменению газового состава артериальной крови. Исходно комплаенс у пациента был крайне низкий, я, на самом деле, очень редко видел такой низкий комплаенс. И мы видим, что проведение рекрутмента маневра позволило его существенно увеличить. И также явная положительная динамика со стороны кислорода транспортной функции легких тоже выросла стурация, вырос индекс ПФ. Так, легкие мы открыли, наша следующая задача оставить их в открытом состоянии. Это мы можем делать только с помощью ПИП. Как нам показала нижняя точка перегиба, нам нужен уровень ПИП 20 милибар. Ну, во-первых, страшно, потому что это очень высокий уровень ПИП. Мы боимся риска баротравмы, мы боимся риска проблемной динамики, снижения внушного возврата, падения сердечного выброса. Если пациент еще добавок с внутричерпной гипертензией, то мы бы боялись и с углублением внутричерпной гипертензии. Это первая проблема с таким высоким ПИПом. А вторая проблема, как долго такой ПИП держать, когда мы можем начинать безопасно его снижать без риска дорекрутмента. В физиологии мы знаем, что риск баротравмы, равно как и проблемы с гемодинамикой, они зависят не от давления в дыхательных путях, и даже не от альвеолярного давления, а от транспульмонального давления. Транспульмональное давление представляет в себе разницу между давлением альвеолярным внутри альвеол и давлением плевральным вне альвеол. В тех случаях, когда плевральное давление существенно превышает альвеолярное, то есть транспульмональное давление низкое, фактически отрицательное, у нас возникает риск аталектозирования. То есть отрицательное давление, потому что альвеолы схлопывают. В обрачной ситуации, когда на фоне относительно низкого давления извне, мы создаем высокое альвеолярное давление за счет агрессивных параметров вентиляции, возникает серьезный риск баротравма, перерастяжения стенки альвеобара и волюмы травмы. Нам надо этого как-то избежать. У нас нет на сегодняшний день реального клинического метода оценки давления клеврального, но современные аппараты искусственной ситуации легких позволяют нам измерять пищеводное давление, которое примерно соответствует клевральному. В том числе аппараты фирмы Гаммитт позволяют мерить пищеводное давление с использованием специального пищеводного катетера с баллончиком раздуваемым. Для этого удаляется назогастральный зонт, катетер заводится в нижнюю треть пищевода, раздувается баллончик с небольшим количеством воздуха и подключается катетер к специальному порту на аппарате для измерения дополнительного давления. О том, что мы находимся там, где нужно, мы можем судить по появлению на кривое пищеводное давление сердечных осцилляций. И если есть сомнения, можем понадавливать на грудину, при этом мы должны увидеть параллельный рост давления в дыхательных путях и пищеводного давления. В последней версии прошивки аппарата в Гаммитт НГ5 существует возможность автоматического расчета из пищеводного давления транспальмонального давления и, соответственно, сразу построения соответствующей кривой. В более ранних версиях программного спечения это приходится делать вручную. На что мы ориентируемся? Нам важно, во-первых, избежать от электозирования, а для этого минимальное транспальмональное давление всегда должно быть положительным. Минимальное оно в конце выдоха, то есть транспальмональное давление в конце выдоха должно быть больше нуля, или ноль, или слегка положительным. Максимальное транспальмональное давление должно быть не больше 25 милибар. По всем гайдлайнсам по лечению острого респлатонного синдрома приводится то, что давление в дыхательных путях, то есть, которое измеряется, если у нас нет пищеводного датчика, оно должно быть не больше 35. Если мы меряем транспульмональное давление, мы можем про цифру забыть, оно может быть и 50. Мы знаем, что давление в дыхательных путях пусть 50, но транспульмональное 25 мы на альвеову, повреждающую воздействие, при этом не оказываем. И дальше, ориентируясь на транспульмональное давление у нашего пациента, мы можем безопасно подбирать параметры вентиляции. Мы выбрали режим DOOP-UP, то есть, мы устанавливаем нижний уровень давления, верхний уровень давления, нижний уровень давления устанавливаем таким образом, чтобы транспульмональное давление конца выдоха было слегка положительным, верхний, так, чтобы максимально было не больше 25 милибар. И по мере восстановления у нас происходит постепенный рост транспульмонального давления, мы чуть-чуть уменьшаем уровень ПИП. Так, постепенно, мы начали с 20, здесь слайд не представлен, не сохранился, 19 был тот минимум, который был необходим, чтобы поддерживать транспортное давление конца выдоха положительным. Потом мы постепенно под контрольное транспортное давление ушли до 15, потом до 10, через 3 дня пациент был успешно эксубированный и переведен на самостоятельное дыхание. Ну и в заключение, хотелось бы не претендувать на какую-либо абсолютную истину, дать рекомендации, как если у вас в отделениях эти аппараты есть или появятся, как можно проводить безопасную кустную вентиляцию легких у пациентов с острым диспредаторным дистресс-синдромом. Первое, это всегда оценка рекрутабельности. Если легкие рекрутабельны, то есть если есть нижняя точка перегиба и если высокий дистресс, проводим рекрутмент, поднимаем давление до 40, на 10 или в некоторых случаях до 5 секунд. Если после проведения рекрутмента требуется применение высокого уровня ПИПа по данным кривой давления и объема, или если мы используем крайне высокий уровень инспираторного давления для того, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, тогда, если есть такая возможность, желательно использовать мониторинг пищеводного давления и проводить подбор ПИП и максимальное инспираторное давление под контролем транспортного давления. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.